Выпускник Института физкультуры Алексей Потапенко, ныне более известный под псевдонимом Потап, один из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса. Смесь острого юмора, ненавязчивых мелодий и оригинального исполнения выделяет его из общей массы украинских исполнителей. Победа на конкурсе «Пять звезд в Сочи» открыла Потапу российский рынок и заставила считаться с его мнением на Украине. Ха-ха-ха-ха-ха! Привет! Привет, привет! А с танцевать? А я так не умею. Ну, учись. А рассказывай зачем? Ну, мизинчик — это такое уважительное отношение, нежное. Ну, не будешь я жать тебе руку и просто привет, как бы, вроде... А в щечку? Рано, еще рано. Ну, я не могу тебе позволить так близко с собой. Жена не разрешает? Ну, не то чтобы жена, но как-то так... Да, и жена тоже не разрешает. Плохой пример детям. Ну, вот как-то давай мизинчик, это я думал самое такое. А, ну, не хочешь, как хочешь. Окей. Опа! Вот так вот, можно перетянуть на свою сторону. Неплохой пример детям. Почему? Это просто такая, ну... Не знаю, переходишь немножко границу. Это может во Франции где-то принято там воздушный поцелуй в щечку рядом, там... А тут ты целуешься только знакомым. Такое впечатление, что ты вообще не в тусовке, а где-то в деревне живешь и приехал первый раз в город Киев. Причем я киевляин, кстати, ты из Киева сама? Нет. А я вот, кстати, киевляин 14 поколений, поэтому иди себе культурно. Я из Питера, и у меня неплохая родословная тоже. А, тогда я забираю свои слова обратно. Ну, во-первых... Питер близок к нам, конечно, по духу, как культурный город, конечно. Да. Во-первых, хочу тебя поздравить с твоей победой. Спасибо. На конкурсе 5 звезд. Украинский шоу-бизнес относится к тебе достаточно скептически. Кто-то из наших звезд поздравил тебя лично? Да они, скорее, знаешь, нож в спину воткнут, чем поздравят с победой. Украинский шоу-бизнес, значит, такой клубочек целующихся змей, смешной абсолютно, и практически ничего не значащий для меня. А кто тебя особо возмущает? Да вообще личностей мало, никто меня не возмущает, потому что их вообще практически нет. Вот мало ли, с кем вообще можно погореть и чем-то кого-то айпотировать или что-нибудь услышать о ком-то такое вызывающее. Потому что они как-то... Ну, кто-то может что-нибудь ляпнуть, спрятаться в норку или потом позвонить, сказать... Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Я буду коньяк. Хорошо. Чай, по-моему, зеленый. Хорошо. Все? Чай, черный, простой, лимончик, да. Thank you. Ну, ладно, я поняла, вкусы у нас отличаются. Мы говорили про выпендрежь, про провокацию, и никто, как ты утверждаешь, никто в этой стране не может айпотировать так, как ты. Нет, я не утверждаю этого. Может айпотировать, но просто их мало, этих людей. А если они могут айпотировать, то только не по отношению друг к другу. Знаешь, то есть мы можем стоять рядом на одних дорожках и за***ть каких-то там других каких-то лохов или звезд, по нашему мнению, да. Но с друг другом не схлестнемся. Это очень плохо. Тебя вообще били за подобные высказывания? Меня вообще периодически били, я знаю, и я бил кого-то, и... Ну, то есть я знаком с этим. Ну, то есть я не могу сказать, что я не получал по голове. Я получал, делал, выводил уроки. Последний раз я так получил серьезно в школе. А, это было давно. Ну, да. Но это высказывание, опять же, отвечает за свой базар, извините. Вот. Не культурное немножко, но очень правильное выражение. Что такое понты, по-двоему? Говорят, хороший понт дорожный денег. Понты – это все, что меня с тобой сейчас окружает. Вот понтами можно назвать все, что угодно. Например, там, твои сережки сейчас можно назвать понтами. Они прекрасно смотрятся в кадре. Это артистический жест. Ну, и никто не говорил, что понты – это плохо. Понты – это если бы я, на встречу с Потапом, одела бы бриллианты. Вот это были бы понты. Не знаю, может быть, это был бы какой-то гламурный оборот. Для меня вообще понты всегда в плюс. Это всегда будет положительное для меня состояние. Понты – это хорошо. Чем круче понты, тем круче, как бы, и ты. Особенно в хип-хопе. То есть состояние жизни надалась, оно должно присутствовать. Или, наоборот, все мрачно. И понты у тебя должны быть дотянуты, ручки докручены. Поэтому, не знаю, в Украине мало кто впечатляет. На Западе впечатляет Гвен Стефани, например. Хорошая девушка. Вот. Ее понты, конечно, в золоте и гламуре доходят до хорошего максимума. В хип-хопе вообще очень сложно остановиться. Там все чрезмерно. Кстати, вы в Америке жил? Никогда не жил, но у меня у девушки, моя мама живет в Америке, ее половина семьи в Штатах. Ну, увлекался всегда культурой. С детства увлекался рэпом. Начал для себя переводить какие-то тексты. Увлекаться вообще Штатами. Как-то пытаться понять. Вот, понял, что он совершенно абсолютно разные страны. Вот, Америка, это, конечно, свой собственный вакуум. Ну, и поэтому никогда я не хотел быть похожим ни на кого именно из американских рэперов. И даже на 50 центов? И тем более на 50 центов. А что тебя в нем так сильно раздражает? Мне кажется, что ты все время стараешься его копировать. Не хочется быть похожим. Только потому, что это все-таки негры, у них совершенно другая культура. Ну, да, я вообще не понимаю, почему ты свой стиль называешь колхозный РНБ. Потому что к РНБ ты не имеешь, по-моему, никакого отношения. И именно поэтому он называется колхозный РНБ. Раз наши люди могут понятие ритм и блюз переначать на rich and beautiful, это для меня все равно, что взять кроссовки там рибок, назвать их риобэк, вместо панасоник сказать панасаник, или вместо найка найкель. И раз наши люди могут называть РНБ любую музыку, то тогда мы, два жителя столицы, Потап и Настя Каменский, просто стебемся над этими людьми и всем говорим, что вы теперь кушаете колхозный РНБ. Вы хотите? Да, хотим. Хотите быть лохами? Будьте лохами. Это не так уж плохо. Ты мне больше напоминаешь, в общем-то, не колхозный РНБ, а больше Поплавского. Может быть, мне он нравится. Да, ты к нему хорошо относишься. Его тоже публика любит. Помнишь ли Грингтон Поплавского на телефоне? Да, такой хороший мужик. Ну, я думаю просто, что в своей профессиональной части работы именно на сцене, все-таки сравнить Михаила Михайловича и меня нельзя, потому что он все равно круче в РНБ. Ну да, он более подновый мужик, говорить нечего. Я в Бэтмена не могу переодеться. Да, это правда. Я могу одеться женщиной, конечно. Но Бэтмен, конечно, это было круто. Да, и вот те клипы, которые снимаешь ты, они мне напоминают клипы Поплавского. Мне приятно, что ты меня сравнишь с гениями. Да, да. Я тебя, к сожалению, не могу сравнить еще с Веркой Сердючкой, потому что Веркой Сердючка... Пока рановато. Рановато, да. Но скоро, я думаю, ты сравнишь меня. Ну вот, если тебе удастся достигнуть уровня Верки Сердючка, то я буду гордиться, что в какой-то день беседовала здесь с тобой. У тебя есть прокол. Это видео. Я думала, что ты в свое время серьезно хотел петь действительно R&B, Rhythm and Blues. И по этому поводу посмотрела американских клипов, взял оттуда всякой красоты, преувеличил. И потом, когда пошла песня, а песня действительно очень хорошая, мы с тобой не пара. Клип, ты понял, что клип, он вызывает насмешку у всех нормальных клипов. Ну, например, таких, как я и некоторых других. То есть ты считаешь, что это серьезно? Нет, я считаю, что ты снял это сначала серьезно, потом ты понял, что сделал глупость. И стал говорить, да это я снял типа колхозный R&B. Почему ты не снял, например, трактора, доярок, которые дают там золотое молоко вытекать? Это было бы намного круче. Это было бы очень самодостаточным. Если бы ты чуть-чуть подумал дальше, то у тебя были бы уже лавры, верки, сердечки. Была идея следующего клипа, бабушки, сидящие на скамейке с золотыми фиксами, зубами, фира, которая едет с лошадьми, у которых тоже золотые зубы, комбайн, трактор, нагруженный золотом, косят бабло. Это уже лучше. Это было все. Но, к сожалению, или к радости, захотелось попробовать немножко другое. Захотелось копнуть немножко в Советский Союз. А где у тебя там компания в Советский Союз? Я тебе говорю про клип, например, в натуре, если ты не видела новый. В натуре нет. Я еще не удосужилась такой радости. Посмотри, посмотри. Ну и что? Вот это Советский гламур. Мы захотели увидеть, что было гламурного в Советской жизни. А что было гламурного? Например, автомобиль «Чайка». Да, с 55-го года, который снималось у тебя в Киеве. Да, например, чувачки типа Фокса. Молодец. Это лучше. Я с тобой согласна. Вот это. Скажи. Понимаешь, из-за того, что, может быть, хотелось бы, но вот надо делать все-таки творчество честное. Оно тебе должно быть интересно. Если мне уже надоело там снимать вот эти вот колхозные дела, и захотелось бы... А ты их и не снимал? Ты их и не снимал? Ну как, квас, это чисто конкретно лоховство именно серьезное. Трэш-гламур, я называю, да, это все? Это копирка с недорогих рэперов американцев. Молодого, это пародия на американских дорогих рэперов. То есть ты в рэперах не разбираешься, тоже тебя выбрали. Потому что это именно пародия. Я разбираюсь. Я пересмотрела столько такой красоты. Может, у тебя они недорогие, я не знаю. Нет, очень много недорогих, очень много. Я не знаю, что для тебя дорого, конечно. Хорошо, давай так. Ты обожаешь ураритетные автомобили, я знаю, да? Нет.